Всем привет, ребята, и сегодня я хочу вам в этом видео рассказать такую небольшую историю, почему нету видео про драконов, или вообще каких-нибудь сериалов, связанных с драконами, или появление драконов в видео. Сейчас вы все узнаете в этом видео. Что ж, поехали. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ай, как хорошо, я прогуливаюсь. Так, уже скоро обед, а я ничего не купила к обеду, блин, да, хотелось бы не просто рыбу, а что-нибудь интересненькое. Ну что ж, ладно, полечу тогда в ближайший магазин и вообще все узнаем. Ладно, прилетела. Фу, прилетела. Ой, так, 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 что же мне купить? Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Что бы вы хотели приобрести? Ой, здравствуйте, здравствуйте. А что у вас есть, что-то типа второго, или, не знаю, там, ну что-то такое, так скажем, ужин, или что-то на второе? Тогда, если вы хотите узнать, то проходите вон в тот отдел, там все такое, там, еда там всякая. А, хорошо, спасибо, так, все, надеюсь, там не рыба? Да какая рыба, вы что? А, ну хорошо, тогда я иду, все, спасибо. Пожалуйста. Ля-ля-ля-ля-ля, так, вот. Возьму, наверное, безобеку, точнее, стейки, а мне спагетти, да. Так, у вас тут касса? Да-да-да, конечно, проходите, ага. Сейчас, минуточку. Не желайте яблочки. Яблочки, а где? Да вон, посмотрите, там очень красивые яблочки, вы можете их купить. О, пойду-ка посмотрю. Э, здрасте, вы яблоки продаете? Да-да, у меня яблоки, да-да. Так, я бы хотела яблочки, так, мне, пожалуйста, давайте два зеленых и два красных. О, конечно, сейчас, минуточку. Так, вот, пожалуйста, ваши четыре яблока. Ага, все, я тогда пойду на кассу, пробью их. Хорошо, идите, идите. Увидимся, да, увидимся, до свидания. До свидания. Так, да, я решила взять яблочки. На вид они очень вкусные, так. Так, яблоки. Так, сейчас, сейчас я их поставлю. Подождите. Вот, пожалуйста, пробивайте. Ага, да, хорошо, хорошо. Так, так, бздык. Так, бздык. И сейчас яблочки, аккуратно. Ух, бздык. Так, пип-пип-пип-пип. Так, дорогушечка, с вас ровно 400 рублей. А, хорошо, сейчас, минуточку. Пожалуйста. Ага, ага. Все, спасибо за покупку. Прилетайте к нам еще. Ай, всегда, пожалуйста, все. Давайте, до свидания, до свидания. Ай, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Эй, Астрид, защищайся. Ну уж нет, ушки. Что это? Ты слышала этот шум? Мне казалось, что я это только одна слышала. То есть ты тоже слышал? Да, и мне кажется, что это что-то упало, или драконы подрались. Давай пойдем проверим. А, да, пойдем. Наивные Астрид и Якинг еще даже не знали, что произошло. Никто об этом не знал. Так, пойдем. Я найду Безомика, Дневную Фулю найду, а я Грамгильду и Смертохват. Да-да-да, идем. Идем. Ай, так, я где-то слышала этот шум. Так, так, он где-то здесь. Жалко, что Астрид не смогла полететь, ну ладно. Хорошо. Кстати, ты не знаешь, где Дневная Фуля? Она, она, да, дикая, поэтому она не очень любит с нами всякие задания, но это ладно. Подожди, подожди. Ты это, ты видишь это? Смотри вниз. Да, Беззубик, надо спускаться. Давай спускаемся потихоньку, потихоньку, потихоньку и... Все в порядке или... Давай, помоги обломку убрать. Как она? Так, ты постой здесь, а я пойду проверю, хорошо? Так, надо убрать меч. Так, 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 так. Эй, девочка. Девочка, ты в порядке? Ты в порядке, все хорошо, все хорошо. Беззубик, пока я думаю, лучше к ней не подойти. Ой, не подогловано, не подходить. Понял? Постой в сторонке, а я сейчас разберусь. Так, так, надо осмотреть тебя. Так, крылья. Подожди, можешь встать? Помочь? Давай, я тебе помогу. Что у тебя с крылом? Подожди, подожди, давай, я тебе помогу, помогу. Она завалилась. Беззубик, мне жаль, но у нее ранены крылья и очень сильно ранены ноги. Она даже, наверное, не сможет ходить. Так, ладно, потом, потом. А сейчас ей предстоит серьезная операция. Икинг не знал, что делать. Он был растерян, как и безумик. Ей делали серьезную операцию, которая должна была ей помочь. Чтобы она смогла снова нормально ходить. И крылья ей тоже пытались излечить. Но, увы. Она бесподвижно лежала несколько дней. Ее почти что не могли никак излечить и поставить на ноги. Безумик, конечно, об этом знал. И почти что всегда находился рядом с ней. Но кто знает. Что из нее могло произойти, если бы не поддержка друзей. Крамгильда тоже пришла подбодрить ее. Но, к сожалению, в этот момент она была бессознанием. Через пару дней Икинг всем сказал, чтобы никто не волновался. И ей надо попробовать самой встать. Она уже понимала, что ей говорили. Но пока что была бездвижна. Икинг говорил, что ей поможет встать. Все такое. А они должны уйти. Спустя долгих попыток, которые пытался Икинг сделать, чтобы ее поставить на ноги, но ничего не удавалось. Ему все же удалось поставить ее на ноги. Она встала и могла ходить по своей палате чуть-чуть. Буквально несколько сантиметров. А потом возвращалась к себе на койку. Да, для нее это было целое мучение. Она еле забиралась обратно. Икинг, конечно, говорил, что все будет хорошо, так как он сам такой с кротезом на ноге. Но ей этого не грозило, поэтому ей пришлось просто сидеть и лежать. Так она пролежала целый месяц. Но потом мы и выписали. Радостный безумец побежал к ней. Икингильда тоже. Они ей принесли что-то типа вкусняшек, но ей нельзя было настоящее вкусняшки, поэтому яблоки. Она была очень рада всех видеть. Конечно же, обняла их всех. И сказала, что, к сожалению, она не сможет махать крыльями, как раньше. То есть летать она сможет, но как раньше махать она не сможет. Оказывается, у нее что-то сломалось механизм. Почему ее крылья не могут слушаться? И ей приходится вот так вот махать теперь. Она снова может летать и так, и даже так. Но ей это сложно дается. Поэтому первые месяца она почти что... Первый месяц, неделю она почти не летала. Конечно, ей все помогали ходить и все такое. Но она была безотечна пока не стало еще хуже. Она еле ходила, ну, могла ходить, то есть в магазины и обратно. Но если бы не такие, как скрилл, которые вечно смеялись над тем, что теперь она не может летать, что у Безубика появилась такая же жена, как и он сам, ей бы, конечно, было лучше, так как она не могла дать стачи. Ей это было категорически запрещено. Все смеялись над ней, кроме ее настоящих друзей. Вскоре она встала на ноги и могла уже долгое время так держать крылья, но все равно в скором времени они опять опускались. Конечно, с лапами у нее дела обстоят и до сих пор не очень, но более-менее ходить она уже может. Летать тоже она может, даже может опускать до крылья, как она раньше не опускала. Так сама она себя чувствует нормально. Но прежней фурией она не станет. Ребята, думаю, теперь вы поняли, почему я не снимала видео. Не потому, что мне было лень, не потому, что что-то такое, а потому, что это все я. Надеюсь, в скором времени я сниму какое-нибудь видео. Мне, может быть, станет легче. И надеюсь, вы меня поддержите лайком. Поэтому всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы узнать, когда все же выйдет видео. И всем пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok